Торговая война Мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров. Цитата. В июле Дональд Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье. Поставляемые в США. Объем экспорта затронутого пошлинами составил 250 миллиардов долларов. Это половина всего экспорта из КНР в США. В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки, но их объем заметно меньше – 110 миллиардов долларов. В шести отделениях Deutsche Bank прошли обыски в связи с расследованием по делу об отмывании средств, пишет Фигаро в редакционной статье. Крупнейший немецкий банк подозревается в том, что помогал своим клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях, пояснила прокуратура Франкфурта. Цитата. Сами по себе офшорные структуры не являются противозаконными, но они позволяют отмывать средства, полученные в результате уголовных правонарушений, что вынуждает банки сообщать властям о любых подозрениях по этому поводу, уточняет Фигаро. Тем не менее, соответствующую информацию Deutsche Bank не предоставил властям своевременно. Формально расследование направлено не на сам банк, а против двух его сотрудников, а также некоторых ответственных лиц, которые еще не идентифицированы, сообщает прокуратура. Последние 10 лет положение Deutsche Bank в иерархии мировых банков ухудшается, и расследование лишь пополнило список его неудач. Так, например, в январе 2017 года в рамках расследования американских и британских властей крупнейшее немецкое финноучреждение уже заработало штраф в 630 миллионов долларов за отмывание средств, происходящих из России, напоминает редакция Фигаро. Грязь и зловоние парижского метро. Ежедневно подземкой французской столицы пользуются миллионы людей. Их переправкой из одной точки в другую занимается одна из крупнейших транспортных компаний Европы – RATP. Несмотря на внушительную работу, которую проделывает оператор, парижане часто высказывают недовольство общественным транспортом, пишет журналист Handelsblatt Томас Ханке. Одна из основных жалоб – во многих переходах и на вокзалах Парижа стоит прескверный запах. Цитата. «Причина проста. Многие бездомные ночуют в переходах метро и зданиях пригородных железнодорожных вокзалов, преимущественно в холодное время года. Перевозчик даже составил карту мест с особенно едкими запахами», – говорится в статье. Однако редакции Handelsblatt увидеть документ не удалось. Пока же работники транспортной компании борются со зловонием с помощью специальных нейтрализаторов запаха. Распыляют холодный сухой газ, молекулы которого связываются с плохо пахнущими частицами и обезвреживают их, – пояснила Беатрис Аттарт, руководительница RATP. Распылители установлены уже на четырех станциях метро. Ученые предупреждают, природные катаклизмы все больше угрожают подовольственным системам планеты. Выбросы углекислого газа ускоряют климатические изменения и подвергают урожае большому риску из-за экстремальных погодных условий, – сообщает Daily Mail. В новом докладе, подписанном 130 британскими учеными, утверждается, продовольственные ресурсы становятся все более уязвимыми. Цитата. «Ученые указывают на необходимость сократить спрос на высококалорийные продукты и уменьшить пищевые отходы. Дело в том, что выбросы и отходы самой продовольственной индустрии ускоряют климатические изменения», – пишет газета. «В то же время человечество по-прежнему не достигает продовольственных целей, и число страдающих от недоедания людей неуклонно растет», – добавляет автор Чаен Макдональд. Новый доклад был обнародован на 24-й сессии конференции об изменении климата. Далее журналисты цитируют ученых, которые призывают мировых лидеров начать движение в сторону систем, не причиняющих ущерб климату. По словам экспертов, жизненно важно улучшить питание людей как ради общественного здоровья в целом, так и ради экологии, так как спрос на высококалорийные источники питания продолжает расти.